Вопросы задают. Да, вот главный вопрос задают по поводу того, когда мы будем вещать. Мы спланировали вещать в воскресенье, потому что это день выборов в интернете, в 3 часа. 15.00. Да, в 15.00 планируем отвечать на вопросы, чтобы это была не программа новостей. Поэтому вы можете присылать вопросы, на которые мы ответим. И в чат будет, в чате пишите вопросы тоже. Как-то я не знаю, сколько у нас будет вещаний. Ну, как пойдет, час, полтора, два, я не знаю, как пойдет. Вопросы задают. А если Вячеслав не выиграет на выборах, то это все, Мочилова не будет, меня это не устраивает. Нет, а при чем здесь не выиграет? Это мы, это проба пера, чисто мы выходим сейчас на либеральную площадку. На этой либеральной площадке мы хотим выиграть праймерис. Выиграем, не выиграем, я не знаю. Хотелось бы выиграть. Дальше выборы вообще нас не интересуют. В Государственную Думу нас интересует сам процесс подготовки к выборам. Потому что, ну, я разумный человек, я же понимаю, что даже если мы заберем 50% голосов, а такое вполне допускают при условии, представляете, на либеральной площадке сейчас побеждает Мальцев и Белов. Ну да, и там, то есть фактически пар нас, это в том числе становится и партией националистов. Националистов, помимо либералов, то есть на самом деле становится антипутинский фронт. Ну, знаете, говорить откровенно, вот без всяких хызмов, что это становится? Антипутинский фронт, то есть желающих жить, так сказать, лучше людей. Тогда большое количество захочет проголосовать. Естественно, и Володин, и все остальные там в обморок сразу упадут и начнут ставить какие-то коряги. В Думу по-любому они выборы обрушат, ну, только чтобы не прошли националисты. Поэтому, конечно, нас интересует вот этот вот период, так скажем, избирательной кампании, когда они не смогут нам отказать в эфире на центральном телевидении и многие другие вещи, где мы будем говорить абсолютно то же самое, что я вам говорю. Но только это вата будет слышать с первого канала. Представляете, как это будет интересно для ваты. Мальцев, ты хочешь быть президентом, знак вопроса? А ты думаешь, мировое правительство позволит тебе? Ууу, рептилоиды, а ну нахер. А ну нахер. Вот я ничего могу сказать насчет рептилоидов, а ну нахер. Я вот ни одного, честно говоря, не видел рептилоидов, а ну нахер. Вполне допускаю, что они есть, но как-то, если я их до этого не видел, то, возможно, и не увижу, и, возможно, влияние их вот на этот процесс будет минимальным. Мы видим, что сейчас огромное количество процессов абсолютно спонтанные. Хотя они предсказуемы, но они спонтанные. Мы вчера об этом говорили, поэтому посмотрим на анунаков. И не факт, что анунаки вдруг соберутся и скажут, а они снимаются то, кто. Или рептилоиды, да, скажут, а они снимаются то, кто. Рептилоиды за нас. Да, мы с Эдиком как-то рассуждали, я помню в эфире про этих инсекциоидов, да, вот никак не могу выговорить насчет насекомых, да, и вот про рептилоидов. Потому что ни про тех, ни про других мы абсолютно ничего не знаем, только вот какие-то высказывания определенных людей, ну и легенды какие-то, да, древние. Поэтому вот очень смешно, конечно, если они нас слушают, да. Что я должен сделать для революции, чтобы после 5-го, 11-го, 17-го иметь коттедж, яхту и много-много баб? Я предлагаю автору этого вопроса просто не идти на революцию, а идти в единую Россию. Не спускай ненадолго. Хороший, хороший вариант, да. Я понимаю желание там человека, в общем-то, жить хорошо, да, и я уверен, что те люди, которые примут самое активное участие, они не будут жить плохо, они будут жить хорошо, но, конечно, не за счет всех остальных, да. Но я готов мириться с тем, и даже не только мириться, но как бы и помогать тому, что активисты революционных движений поправят свое, и не только они, ну, нуждающиеся и так далее, поправят свое материальное положение за счет тех барыг, которые сейчас, в общем-то, ездят на Роллс-Ройсах, там, живут в коттеджах. Это не значит, что мы выкинем этих посадек других, посадим других, да, это абсолютно не значит, но смысл такой, что, как говорят, вот вы хотите все взять и поделить. Да, может, и хотим, а что, почему нет-то? А почему мы хотим все, во-первых, вернуть и объединить, что взяли и поделили? Вот взяли и поделили Газпром, взяли и поделили там Роснефть и так далее, ну, многое другое. Мы хотим это вернуть и объединить, железную дорогу, а потом уже будет разговор идти о том, как это делить. Ну, как, ну, там, малоимущим, там, матерям, вот, у которых трое детишек надо, надо, инвалидам надо, надо, ну, и так далее. Ну, здоровые взрослые люди, мы готовы им обеспечить такие условия, что они сами себе все заработают, и коттедж, и, ну, много баб не обещают, потому что это уже как бы от мужика зависит, отхаживаю. У одного много баб, у другого мало баб там. И я, в общем-то, не буду ничего говорить, ладно. Ну, опять мне сейчас... Пишет, добрый вечер, на работе с боссом приклеили напоминалку на двери, чтобы голосовали за Вячеслава Мальцева, просьба передать привет в Крым. Привет, Крым. Передаем. Да, и предлагают, чтобы вы в прямом эфире... Оно пишет 28-го, но мы определились, что 29-го мы выйдем. Предлагают, чтобы 29-го в прямом эфире дядя Слава был в рубашке с галстуком. Будет солидно. Ну, как-то вот, не знаю. Не знаю, это уж как-то. Ну, галстук удавкает. Ну, я тоже без энтузиазма к этому отношусь. Да, мы... Как-то, как-то, как-то так к этому относимся. Так, что там еще? Спрашивают, присоединят ли Осетию в 17-м году. Не знаю, я... Мы не знаем, что будет в 17-м году с точки зрения Путина, какие у него будут приоритеты. Если наше мнение, мы давно уже и обсуждали с товарищами это мнение, как... Что мы-то будем делать с Осетией? А вот ровно ничего не будем делать. Мы считаем, что Южная и Северная Осетия должны быть едины. И это, безусловно, это жесткая позиция. А вот в каком качестве они будут едины? То ли они будут самостоятельны. И это был преимущественный бы вариант, о котором можно было бы договариваться с Грузией. То есть сказать, ребята, вот мы Северную Осетию отпускаем, вот Южную Осетию, давайте сейчас программу подготовим совместную, чтобы там людям жилось хорошо, чтобы у вас тоже конфликтов не было никаких. Но здесь, конечно, нужно договариваться с Грузией и очень серьезно договариваться. И, в общем, нужно, чтобы там не было никаких ДНР, ЛНР, понимаешь? Как обстоят дела сейчас, мы же знаем. То есть есть определенная категория граждан там, в этой Южной Осетии, которые стоят у самой власти. И которым очень выгодно, что туда, ну, не такие, как в Чечню, конечно, деньги идут, но идут очень большие деньги. И там их спокойненько делят. И если вы зайдете на территорию Грузии, посмотрите, какие там школы, и зайдете и посмотрите здесь, это как небо и земля. Почему? Потому что там деньги до школы в Южной Осетии не доходят, насколько мне известно. И у нас же там тоже зрители есть, они нам пишут. Там все нормально. Предыдущий так вообще все крал. Эти вроде как не все крадают. Да, ну, в любом случае, это не есть хорошо, как говорят. Пишет наш соратник, который, если помните, несколько дней назад задавал вопрос про копателей. Да, вопрос такой взрыв, бурю вызвал. То есть, с одной стороны, профессиональные археологи, да, которые сильно на меня зачем-то разозлились, я не понимаю. С другой стороны, копатели и те, которые потенциальные копатели, которые хотят ими стать, они очень рады. Да, вот он, ну, даже не вопрос, а просит привет, передать, пишет. Слава, вам большой привет из Петрограда. Сегодня встретил женщину на работе, она уже не молодая, но смотрит вас, как и я. Передайте ей привет большой и доброго здоровья. Ну, к сожалению, даже имени написал, но вот женщина из Петрограда, которая нас смотрит. Передаем привет. 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 Какая проблема после пятого, одиннадцатого, семнадцатого, вам кажется, наиболее сложной? Да, таких проблем очень много. Главная проблема, конечно, будет удержать людей от лишнего насилия, как это ни парадоксально. Это, причем, физически сделать это сложно, это придется делать идеологически. Вот тут много над этим нужно подумать и поработать, потому что это, это серьезно, да. То есть, говорят, когда говорят про кровь, ну, нас кровь не пугает, но лишней крови не хочется, вы же сами понимаете, зачем. С другой стороны, есть определенные меры. Если не прольется, как бы, достаточное количество крови и эпоха ей не напьется, этой крови, то прольется она через некоторое время. Потому что, ну, люди захотят, вот те же самые ватники, которые сейчас кричат ура, ура, они будут тарать, разорвить их на части, когда там трибуналы начнутся, когда будут показывать, кто сколько украл, когда мы их ловить будем там, они как белки у нас по клеткам будут сидеть. Это же будет кошмар. И вот тогда нужно будет эту энергию куда-то перенаправить. Это будет очень злая энергия, куда ее нужно перенаправить. Вот это очень важный вопрос. Будете ли открывать границы с Абхазией? Я думаю, что многие границы, в общем-то, мы откроем. В частности, об Абхазии мы не думали. Все вопросы, я говорю, связанные с Ассетией и Абхазией, нужно обсуждать прежде всего с Грузией в том числе. Потому что здесь вот это напряжение надо снять. Представляете, если там постоянно будет очаг напряжения, ну зачем нам это нужно? Тем более грузинский народ, я вижу его как братский народ. Православный, братья наши. Ну, что нам делить? Можно договориться, чтобы все было нормально. И в Абхазии, и в Осетии, и тогда вообще никаких вопросов с открытием границ. Не такое. Это же не в Среднюю Азию открыть границу. В Осетии 12% граждан, которые живут, они сейчас живут с российскими паспортами. Поэтому ничего не изменится от этого. Они не встрепенутся все и не прибегут сюда кому-то незаконную миграцию осуществлять. Не будут они этого делать. Поэтому тут опасности нет никакой. Опасность, конечно, напряжение, которое может возникнуть с Грузией, его точно не нужно. То есть мы сделаем все, чтобы никакого напряжения с соседями не было. Чтобы все эти узлы разрубить Гордеева. Очень много вопросов пишут про ограничительные меры, связанные с алкоголем. И в частности про сухой закон. Что по этому поводу думаете после 5-го, 11-го, 17-го? Временные или, может быть, не полноценные, а какой-то частичные? То есть ограничительные меры какие-то будут? Да я думаю, что вообще людей как-то ограничивать это очень противная вещь. Прямо противоположный эффект можно получить. Можно получить прям противоположный эффект. Чтобы люди не спивались, им нужно давать работу. Им нужно давать мотивацию какую-то. Тогда они не будут спиваться. Есть тот процент Достоевского, который он в преступлении и наказании описывает. Всегда будет, что бы мы ни делали, всегда будет процесс проституток, мармеладовых, которые будут бухать. Но ничего мы с этим не сделаем. Ну, будем мириться с этим, как и все остальные поколения. Мы же не говорим о том, что сейчас вот придем и создадим идеальное общество. Нет идеального общества, потому что мы люди, мы не идеальны. Поэтому нужно будет с этим как-то примиряться и как-то это, так скажем, обеспечить, чтобы это не доминировало у нас. То есть безобразие, чтобы у нас доминировало то, что правильно у людей, а не то, что неправильно. Но все-таки нужно понимать, что ограничительные меры какие-то будут и должны быть. Нет, конечно. В том плане, что не будет такого, что сейчас бутылка водки стоит 100 рублей, а там футбольный мячик 500. То есть такого быть не должно. Именно создание альтернативы, это, наверное, лучше, чем любой запретительный метод. Вот у меня задали хороший вопрос. Дядя Слава, будет эфир с Савченко? Я с удовольствием. Я с удовольствием с надеждой Савченко провел бы эфир. Я знаю, что у нас очень много друзей на Украине. Переговорите, если она согласится. Я понимаю, что она сейчас на разрыв, да, ее там везде тащат. Но я бы с удовольствием провел с ней эфир. У меня есть несколько вопросов, которые я бы хотел ей задать, которые почему-то не задают. Я не знаю, почему. Меня, в частности, интересует технически, как вот это было, что ее привезли из ДНР, ЛНР туда, в Воронеж, в Воронежский следственный изолятор. То есть кто привез, как привез и так далее. Через какой КПП, если она их там, как это было, на машине, на вертолете, на танке. Что это вообще было, чтобы понять. Многие вещи для меня непонятные. Я понимаю, что это там подстава какая-то. Ну, это есть, все есть и пофамильно, и то, как это все происходило, я вам могу с кем-то стать самым подробным, там, поминутным разбором, как все это происходило. После 5-го, 11-го, 17-го войска из Грузии и Украины вы видите? Имеется в виду войска, которые находятся в ДНР, ЛНР, что ли, и как в Грузии имеется в виду Осетия, но безусловно, об этом и речи быть не может. Мы же говорили об этом миллион раз, не только оттуда, я думаю, Сирии и все остальные. Вообще, российские войска должны быть в России, я так считаю. Про сухой закон пишут, альтернатива это Анаша, альтернатива это спорт, воспитание, наличие рабочих мест, альтернатива. Конечно, мотивация определенная, даже вот то, что мы сейчас делаем, вот компьютер, это тоже альтернатива, потому что уж, ну, много альтернатив. Легализуете ли марихуану как раз в тему? Ну, мы говорили, что, в общем-то, не самая страшная вещь, марихуана. Я, честно говоря, не против, но я думаю, что такие вопросы правильнее решать сообща. Но я не думаю, что вот, во-первых, если оставлять под запретом, то как было при Советском Союзе, это какую-то там южно-джуйскую, манчжурскую, ну, что вот это вот конопель, который тут у каждого, у каждой дороги растет, что это нельзя, да пошли на их, ну, вот растет и растет. И даже загоняться из-за этого, не из-за этого у нас большое количество наркоманов, а из-за героина, который везется тоннами, и этим занимается государство. Вот мы не будем возить тоннами героин с Афганистана и найдем способ воспрепятствовать этому, прежде всего. Ну, во-первых, это, так сказать, создание условий каких, мы говорили об этом, о том, что нужны специализированные какие-то окна, так их назовем, в лечебных учреждениях, где наркоманы, наркозависимые будут получать помощь в виде инъекции. Ну, вот он героиновый наркоман, что нам с ним делать? Сжечь его, вылечить, не можем, мы не вылечить, не жить, не хочет он лечиться. Ну, пусть приходит, мы будем его колоть, нам легче это сделать. И любого, готовый ширять, но должен прийти, записаться, все как положено и так далее, и мы будем его даром лечить. Но, получается, ситуация какая? Вот этот человек, который сейчас интегрирован в систему, он наркозависимый, чтобы получать наркотики, он торгует наркотиками, которые ему передают, он отправляет туда деньги и так далее. То есть, получается, сетевой маркетинг. Но он хочет торговать, что ли? Он не хочет торговать, он хочет получать наркотики. Мы дадим ему их бесплатно. На тебе, пожалуйста. Ну, в смысле, не на, мы его шернем. Там будет доктор специальный, в перчатках, чистым шприцом и так далее. Все, вот он, этот человек не пойдет торговать наркотиками. Потому что, ну, во-первых, они у нас ничего не будут стоить. Если тебе уж очень приспичило, заходи, мы тебя уколем. Ничего это не будет стоить. Но в таком случае вот этот сетевой маркетинг рушится. Никому в голову не придет ввести сюда героин, который здесь ничего не стоит. Ну, кто же будет его продавать-то? Это не товар. Я предвосхищаю негатив со стороны подписчиков. Поэтому я вам напомню, что в ООН не так давно, хотя уже приличное время назад, пришли к выводу, что борьба с наркоторговлей в мире не увенчалась успехом, скажем так. Единственный способ на самом деле бороться с наркотрафиком, это легализация наркотиков. Да, ну, Эскобард, недаром, когда, это же он, его убили в 93-м году. Он уже тогда, до 93-го года, 800 миллионов долларов в год тратил на борьбу с наркотиками. Человек, который торговал кокаином, 800 миллионов всуропливал в Америку для того, чтобы боролись с кокаином. Он понимал, чем больше будут бороться, тем выше будет цена. И, в общем-то, товар будет приносить гораздо большую прибыль, поскольку потребительная цена будет расти. Ну, это логично совершенно. Поэтому, конечно, вот такие вещи мы имеем в виду. Хотел очень интересный вопрос зачитать. Надо заменить Анашой все остальное. Анашой не заменишь. Ну, когда здесь 8 миллионов человек сидит на игле в России, как вы замените это все Анашой? Тут целое ведомство огромное занималось тем, чтобы посадить как можно больше людей на иглу. Огромное ведомство. До сегодняшнего момента, пока Путин их не разогнал, и сейчас создал другое, которое будет тем же самым, только за большие деньги. Пишет. Привет, день назад в эфире обсуждали Сбербанк в связи с Панамским делом. Но это не день назад было, там, 25 числа. Но о проблеме с воровством карт в тему не вспомнили. Похоже, за Мальцева голосовать не буду. Вы просто боитесь Сбербанк? Сбербанк проще всего валить на Путина. Таких карт? Ну, я так понимаю, что речь идет о том, что Сбербанк ворует с карт, но... Нет, это, наверное, вот эти про карты... Стой, а у меня куда-то ушло все, что-то валят. Трансляции. Это Сбербанк? Да, нет, карты вот пластиковые. Про пластиковые карты, что они отменили пластиковые карты или нет. Ну, не знаю, вы объясните, про что я сказал. Ну, вы понимаете, ситуация какая. Те, которые хотят голосовать, не хотят. Если у вас какие-то сомнения, не надо ничего. Вот у меня нет сомнений. Я три года как проклятый, на самом деле, как раб на Галере. Но три года занимаюсь вот тем, чем занимаюсь. Каждый вечер я выхожу к вам, работаю, и я не смотрю, что вот если так будет, то я выйду. А если вот так будет, то я не выйду. Я просто делаю свое дело. Потому что знаю, что делай, что должен, и будь, что будет. И поэтому, когда люди начинают торговаться, вот вы... Это вы там с ядросами торгуетесь за гречку, ради бога. Как надо там голосовать, как не надо. Со мной не надо торговаться. Я делаю свое дело, и как бы стремлюсь, чтобы люди делали свое. Ну и нужно понимать, что если на данных этапах у нас уже возникают проблемы, когда люди нам пишут, вы мне не передавали привет в эфире, поэтому я за вас не буду голосовать. Или там я 5-го, 11-го, 17-го с вами не буду, потому что вы мне не передали привет в эфире, не рассказали о чем-то, что я спрашивал. Но это как-то уже очень странно. Но таких очень мало, сразу хочу сказать, очень мало. Время у нас. Слава, ты нужен в каждом регионе, без тебя никто не организует. Пошли представители хотя бы. Да нет, вы понимаете, это саморегулируемая система. И мы и говорим, и сегодня я только об этом говорил и думал со своими соратниками, что саморегулируемая система подпитывает сейчас сама себя. Вот в каждом регионе появляются уже люди, которые думают так же. Некоторые нас смотрят, некоторые не смотрят и так далее. Они объединяются между собой, эти люди. И они не должны выходить на какой-то центральный уровень, создавать какую-то систему, потому что должна быть определенная конспирация. И изобличить их очень-очень сложно. Когда их всех установят, будет уже поздняк метаться, что называется. Поэтому я думаю, что смысл всех привязывать к Мальцеву, который каждый вечер выступает, у которого известен адрес, известны все, в общем-то, как говорится, пароли, явки. Не надо привязывать. Но какие-то рекомендации в ближайшее время последуют. Сейчас вот мы праймерис проведем. И основную работу, конечно, мы нацелили на после выборов в Госдуму. Вот это все пройдет. Там, конечно, все всколыхнется. И мы будем очень активно, у нас уже готов документ, который мы будем размещать. Время у нас. Да. Давайте, наверное, в конце еще раз. Шесть минут. Да. Еще раз про праймерис. На самом деле завтра такой очень интересный и важный день. У нас многие соратники. В общем-то, такой день, может быть, даже с исторической точки зрения важный, потому что завтра у нас впервые какой-то такой день, объединяющий всех наших соратников. То есть мы каждый день выходим в эфир. Тут вопросов нет. Но завтра в 13 городах России наши соратники, в общем-то, выйдут не только в эфир, но и на избирательные участки, которые пойдут и проголосуют за Вячеслава Мальцева за 5, 11 и 17. Поэтому мы вам предлагаем ваши какие-то, может быть, короткие заметки, комментарии, фотографии. Было бы интересно посмотреть из вашего города на вашем избирательном участке. Может быть, с вашим участием. Может быть, если вы не хотите себя на фотографиях запечатлеть, то, может быть, как-то иначе. В общем, какие-то ваши интересные истории о том, как вы голосовали за Вячеслава Мальцева. Мне кажется, это будет очень интересно. У нас наблюдатели есть, кстати, на некоторых участках, но не на всех, а есть секретные наблюдатели. У меня сегодня человек позвонил, сказал, что вот он будет наблюдать, но он не говорит, что он от Вячеслава Мальцева. Все хорошо. То есть у нас теневое правительство в действии. У нас есть страница ВКонтакте, у нас есть электронные почты, которые внизу все ссылки указаны. Поэтому свои, в общем-то, какие-то материалы на тему завтрашнего голосования вы можете нам присылать. Может быть, с какими-то нарушениями, конечно, не дай бог, но если столкнетесь, то тоже обязательно пишите, мы это озвучим. Но будем надеяться, что таких прецедентов не будет. И 29-го, напоминаем, все те, у кого кто не может в городе проголосовать, вы можете проголосовать на сайте «Волна перемен». Тут уже не зависит, где вы проживаете. Главное, чтобы вы зарегистрировались на нем до 25-го числа. Мы знаем, что очень много людей, наших сторонников, зарегистрировалось. Поэтому 29-го числа, начиная с полуночи до 21-го, призываем вас голосовать за Вячеслава Мальцева на «Волне перемен». Спасибо. У нас менялись реквизиты, будьте внимательны. Спасибо. До свидания. До свидания. До новой исторической эпохи 525 дней осталось и час. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...